Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы относительно языковых курсов от фонда ОТО Бенеки. Если вам интересно данное видео, оставайтесь со мной. Все, что я расскажу вам в этом видео, я буду рассказывать, исходя из личного опыта, а также на примере моих одногруппников. За более подробной и детальной информацией я настоятельно рекомендую вам обратиться непосредственно в сам фонд или связаться с биратором. Ссылочку на сайт фонда я вам оставлю внизу под этим видео. Итак, первый вопрос. Как попасть на курсы от ОТО Бенеки? И я расскажу вам о том, как попала на курсы я. Еще два года назад, а точнее почти уже три года назад, когда мы были в лагере Фридланд, то мы обратились в кабинет Рамоны Рам. Это сотрудница Каритас и по совместительству биратор фонда ОТО Бенеки. К сожалению, я сейчас не помню номер ее кабинета. Если кому-то это очень нужно, то в ноябре месяце я планирую быть во Фридланде и могу посмотреть, где сидит Рамона Рам, после чего вам отпишусь или сниму коротенькое видео. Может быть, еще какие-то вопросы останутся после сегодняшнего видео по теме курса от ОТО Бенеки. Итак, мы обратились к Рамоне Рам. Она посмотрела мои документы, проверила, котируется ли мое учебное заведение, которое я оканчивала в России для Германии, после чего сказала, что я имею право претендовать на участие в курсах от фонда ОТО Бенеки. От меня лишь требовало зарегистрироваться в фонде, и это сделала сама Рамона Рам сразу на месте. И также от меня требовалось наличие сертификата языкового Б1. Соответственно, мне нужно было сперва посетить, ну, как минимум, интеграционные курсы, что я и сделала. И когда у меня сертификат был на руках, то мы его отослали по электронной почте снова Рамоне Рам. После чего я получила приглашение еще на дополнительное тестирование, которое в моем случае проходило в городе Кассель. Это несложное тестирование, где также проверяются ваши знания грамматики. После чего нам прислали на почту документы на заполнение для того, чтобы я уже могла участвовать в курсах. Когда все было готово, меня также еще спросили, в каком городе я хочу обучаться. Вы имеете право выбирать город, в котором будете учиться. Ну, естественно, каждый подбирает для себя то, что находится ближе к тому, где человек живет. Так я попала на эти курсы. Что можете сделать вы, если вы уже прошли через Фридланд и не посетили кабинет Рамона Рам? Я думаю, что вы можете непосредственно написать и заполнить заявку на сайте фонда от Абенеки. И, кстати говоря, всю информацию, которую вы желаете получить, вы можете получить на этом сайте. Ссылочка будет под моим видео. Итак, следующий вопрос. Когда мы были во Фридланде, то Рамона Рам проверяла статус моего высшего учебного заведения, котируется или нет мой университет для Германии. Поэтому в моем случае на тот момент наличие высшего образования было необходимым условием. Но из опыта моей группы я могу сказать, что в нашей группе были совершенно различные ученики. Были те, кто уже получил высшее образование за границей. Были те, кто приступил к обучению, но не закончил, вынужден был покинуть страну. И также были те, кто получил только абитур. Сделал абитур, это как окончание гимназии. И еще не приступал к обучению в университете. Поэтому в данном случае я бы советовала все-таки написать ваш вопрос Рамоне Рам или обратиться в фонд от Абенеки, назначить термин или написать через сайт. И спросить, имеете ли право вы претендовать. Поскольку в нашей группе, я вам говорю, это со стопроцентной уверенностью, были молодые люди, которые не получили, абсолютно даже не начали получать высшее образование. И они тоже имели право участвовать в этих курсах. Единственное, что по окончанию этих курсов вашей целью должно быть обучение в немецком высшем учебном заведении. Это может быть хохшули, фах хохшули, либо это будет университет. Следующий вопрос – возможности после от Абенеки. И здесь мне бы хотелось поговорить о том, что же делают люди после курсов от фонда от Абенеки. Первое и непосредственное назначение учеников после курсов от фонда от Абенеки – это поступление в высшие учебные заведения Германии. И к этому курсы готовят основательно. Курсы готовят непосредственно к сдаче тестдафа, ДСХ-теста. За это можете не переживать. Что делают ученики после курса? Часть из них поступает в университеты. И здесь есть тоже разные варианты. Если вы уже получили высшее образование в другой стране, то когда вы будете поступать, вы можете предоставить свои документы, точнее вы должны предоставить все свои документы. и вуз, куда вы поступаете, определит, какой уровень знаний вы уже имеете. И может так случиться, что вам не придется начинать с самого первого семестра. Может так случиться, что вуз сочтет ваши пять лет образования в России за три года образования в Германии. Тем самым присвоит вам статус бакалавра, и вы сможете пойти отучиться еще два года на магистратуру. И в данном случае, мое личное мнение, было бы хорошо так сделать, если перед вами стоит вопрос, получать, идти делать аусбильдинг, который длится два-три года на какую-либо профессию, или идти в университет и отучиться тоже около двух лет и сделать магистра. Я думаю, что решение напрашивается самостоятельно, зачем тратить два-три года на среднее образование, если можно получить высшее. Также люди после курсов от Абенеки могут пойти и сделать аусбильдинг, но это на ваше усмотрение. И, конечно, можно пойти работать. Но непосредственное назначение таких курсов – это, конечно, дальнейшее обучение в вузах. И еще один такой вопрос, уже персонально ко мне, как я, мама малыша, совмещала обучение и то, что нужно забирать ребенка из садика. Говорят, что немецкие сады рано закрываются. И получается, что если муж работает, а родных рядом нет, то как можно совмещать учебу в другом городе? Именно по этой причине я долгие полгода не снимала свои видео, потому что времени действительно очень мало. Лично мне времени на учебу тоже не хватало. Точнее, не времени, наверное, а больше сил. Сил не оставалось, когда я приходила домой. Но совмещать это все прекрасно можно. Садики работают до пяти. В основном наши все садики работают. У нас их четыре в городе, и все работают до пяти. Курсы длятся до часа. Садики работают с семи утра. Мои курсы начинались в восемь тридцать. Соответственно, в семь утра я отводила ребенка в садик, потом бежала на вокзал и ехала на свои курсы. Курсы заканчивались час. Я еще заполнила антрак на фитнес в касселе полугодовой. И после учебы два-три раза в неделю я старалась ходить на фитнес. После фитнеса я садилась на поезд, ехала обратно домой, приезжала на вокзал, забирала ребенка из садика. Если наш папа освобождался уже в это время с работы, то он забирал сына, и мы встречались на вокзале. Шли все вместе домой. Дома, домашние дела, как минимум выполнение домашних заданий. Желательно, конечно, еще что-то подучить, если у вас будет оставаться время. И, собственно, так проходили мои будни. На выходных я тоже, кстати говоря, старалась учить. То есть вот примерно такое расписание было у меня полгода. Вставать приходилось очень рано. Высыпаться не получалось. Но, если честно, я осталась очень довольна курсами. У меня только положительные впечатления. Несмотря на то, что есть у меня такое предчувствие, что основной вот этот экзамен по итогам курсов я не сдала на уровень С1. Есть у меня такое предчувствие. Но я имею уже сертификат С1 от нашей школы. И поэтому я думаю, что если буду трудоустраиваться куда-то, искать себе место работы, то могу смело приложить сертификат от школы. Поскольку это не высшее учебное заведение, где существуют строгие правила, что они принимают только, например, сертификат тест-даф или ДСХ, то в случае с трудоустройством, я думаю, у меня проблем не должно быть. Поэтому сильно не переживаю. Но, конечно, мне бы хотелось получить положительный результат за тест. Но время покажет. Вы меня уже спрашивали некоторые, когда будут результаты, и как я написала этот тест. Результаты будут в конце октября. Я, конечно, с вами поделюсь ими, даже если я очень плохо написала. Но такие мои результаты. Главное, что уже один сертификат у меня имеется на руках, и вместе с ним я могу смело двигаться дальше. Итак, это были все основные ваши вопросы, которые вы мне задали по теме. Если я что-то упустила, спрашивайте еще. Если кому-то нужно узнать номер кабинета во Фридланде, где сидит Рамон Арам, тоже спрашивайте. Я постараюсь для вас эту информацию разузнать. И если кто-то приезжает во Фридланд в ноябре этого года, в начале ноября, то, возможно, мы с вами там встретимся. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Все будет хорошо. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok